Всем привет, мои хорошие! Меня зовут Татьяна и вы находитесь на моем канале. Добро пожаловать! Сегодня у нас будет видео с покупочками из магазина FixPrice. Наконец-то вы дождались. Я знаю, что это видео самое любимое вообще всеми зрителями у любого блогера, если посмотреть. А все почему? Да все потому, что мы все хотим купить что-то классное, сэкономив при этом деньги. Это обычное, нормальное желание любого человека. И я не особо понимаю тех людей, которые говорят, а Fee FixPrice и все равно его смотрят. Так что сегодня для тех, кто любит FixPrice, я думаю, будет очень интересное видео, потому что я сама довольна покупочками, которые я приобрела. Много новинок, которые я не пробовала и кое-чем, конечно, я недовольна и даже удивлена, как это люди покупают. Девочки, мальчики, все расскажу подробно. Оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. У меня ни много ни мало два вот таких пакета. И сейчас мы с вами подробненько рассмотрим, что же я все-таки прикупила на сей раз и зачем. Так, вот там на заднем фоне вы видите гирлянду новогоднюю, которая сейчас вовсю представлена в FixPrice. Единственное, что где-то есть большой выбор цветов, а где-то есть поменьше, в силу того, что их разбирают довольно быстро. Я купила еще одну, точно такую же, вот как у меня на заднем плане. Это именно бело-розово, вот такой серо-коричневый цвет. Стоят они по 199 рублей. Работают от двух пальчиковых батареек, работают прекрасно, выглядят великолепно, девочки. Смотрите, какая красота. Я уже показывала в сториз, в инстаграм, они очень уютно выглядят. Можно использовать как для декора. Я знаю, многие девчонки, ну как бы несоотносимо с Новым Годом, используют в качестве декора детских комнат или вообще любых комнат. Очень мило выглядят. На самом деле, я взяла себе точно такую же для пары, чтобы радовать вас, ну и себя, соответственно, тоже. И, девочки, я взяла еще вот такую одну. Ну, смотрите, на данный, эта гирлянда уже немного в другом оттенке. Она у нас бело-серо-коричнево-оранжевая. Вот эту я взяла для мамы. У нее в оранжевых оттенках стены на кухне, ну в таких, знаете, разбелено-оранжевых. Но, тем не менее, я знаю, что она любит яркий цвет. И, в общем-то, решила взять для нее. Я думаю, что ей понравится. Она обязательно найдет применение, будь то на Новый Год или в какое-то любое другое время. Потому что, на самом деле, очень добавляют какого-то уюта именно вот эти гирлянды. Они классные. И они однозначно стоят своих денег. Там не стекло, там пластик. И сверху он покрыт ниточками. Они очень классно смотрятся. Я вот вам от всей души могу их рекомендовать. 199 рублей для такой гирлянды. Это не деньги. Они довольно крупного размера. Вот, смотрите, да. Класс, можно однозначно брать. Если говорить о новиночках, которые я либо не видела раньше, либо не покупала, то, смотрите, что я увидела в этот раз. Вот такая штука, девочки. Что бы вы думали, это такое? Это светильник. Точнее, лампа настольная называется. Все это дело стоит тоже 199 рублей. В чем его прикол? Во-первых, эта лампа, она раскладная. То есть, вот таким образом. Вот эти шарнирчики, они подкручиваются. То есть, если они разболтались, вы их можете притянуть. И как бы это в вашей власти. Здесь достаточно большое количество LED-ламп. Вот такая вот футуристичная кнопочка. И вообще, выглядит она очень довольно-таки круто. Знаете, за 199 рублей это вообще, по-моему, подарок. И работает она от батареек. Что, собственно, меня и привлекло. Зачем я ее взяла? Вы знаете, когда я делаю себе маникюр, я наращиваю ногти сама, для тех, кто не знает. Вернее, не наращиваю, а делаю дизайны. Я решила, что вот эта малышка мне будет вообще просто идеально. Вот я как я захотела, так я ее и поставила. И мне будет супер хорошо видно. Мне не нужно таскать на стол, где я это делаю, какие-то огромные лампы. Вообще, прекрасная история. Девчонки, я очень-очень рекомендую. Мне она так понравилась. Раз уж у нас сейчас с вами новогодняя тематика, я вам покажу, что мне очень-очень понравилось. Смотрите, девочки. Вот такой веночек я взяла. Новогодний он нереально красивый. Здесь всегда одна проблема. Это вот эти вот белые штучки, которые типа снега. Они очень-очень сильно сыпятся. Но я вам подскажу, если вы не знаете, это все решается вообще элементарно. Берете лак для волос, любой, допустим, который вы не очень любите или которым пользуетесь, без разницы. Вот это все дело пшикаете и все. И он уже не разлетается, я имею в виду вот этот снежок. А так, ну красиво он никак не раскладывается. Он вот, наверное, вот так. Единственное, что вы можете сделать, это вот как-то его распушить, допустим. Разложить веточки. Но вы посмотрите, как красиво. Вот очень-очень он красивый. И ни в коем случае нельзя сказать, что он стоит так бюджетно. Что я с ним буду делать, я пока еще не решила. Возможно, просто где-то положу красиво. Возможно, как-то приспособлю на дверь. Я обязательно вам потом покажу. Далее, продолжая новогоднюю тему, я снова купила вот такие ленты. Смотрите. Для того, чтобы делать банты на новогоднюю елку в качестве украшений. В прошлый раз я покупала такие золотистые. В этот раз я взяла две вот таких красных, вторая где-то лежит. Вы меня просили показать, что это такое поближе и как делать эти банты. Смотрите, здесь намотана вот такая вот паутинка. Смотрите, видите, какая красивая. Она на самом деле очень красивая. Как делать банты? Да, обыкновенно. Отматывайте побольше. Не стесняюсь, у вас немного их получится. И просто завязывайте бантик. Все. Благодаря тому, что вот здесь вот такая, как фольга или как проволока по краям, вы можете любую форму этому банту придать. То есть вы завязали бантик, да? Распрямили его, сложили, загнули как захотели. Ну вот, смотрите, давайте вот так просто сейчас завернем и все. Вот. Вот допустим, все. И он будет держать свою форму. Вот видите, держит. Как захотели, так и завязали. Но, конечно, это не бантик. Мне просто неудобно сейчас завязывать и не хочется отрезать, чтобы это все лежало. Далее можно их в следующем году использовать точно так же. Готовые бантики вы просто их убрали вместе с новогодними украшениями. И когда наступил следующий Новый год, вы их достали. И используйте повторно. Распрямили и все в порядке. Они очень крутые, вот эти ленточки. Мне нравится, что в этом году есть большой выбор различных вариантов. Но вот бежевые, просто бежевые и вот эти вот с блесточками мне понравились больше всего. Потому что они какие-то, знаете, ну не выглядят бюджетно. И на самом деле они выглядят очень даже достойно. Все, что я сейчас показывала, это у нас снежное кружево. Также ко всем этим приблудам, а именно к светильнику и к гирляндам, я купила вот такие батареечки. Это у нас не солевые, это алкалиновые. Они, получается, стоят подороже в пересчете на штуку, чем солевые. Но и служат они сильно дольше, поэтому именно их я и покупаю. Следующее из новенького, что я взяла. Девочки, смотрите, купила вот такую книжечку. Это у нас Харуки Мураками. Называется «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий». Я так почитала, о чем эта книга, и мне стало любопытно. Поэтому решила почитать. Книжка небольшая, но я думаю, что будет интересно. Так что, если вдруг вы такую читали, расскажите мне, как она понравилась вам или нет. Следующее, что я купила в очередной раз, уже я брала и вам показывала. Это вот такие вот вешалки для одежды деревянные. Для чего я их беру? Я беру их для верхней одежды, потому что сейчас пора каких-то более тяжелых курток, дубленок, пальто и всего остального. Поэтому просто пластиковые могут не выдержать. И, собственно, поэтому я покупаю вот такие деревянные. Это я уже беру во второй раз. И пока что у меня ничего не сломалось. Просто кто-то из девочек писал, что они ломаются. Ну, не знаю. Нужно, может быть, выбирать просто в магазине, чтобы было как можно меньше сучков. И смотреть, насколько добротно они сделаны. Но у меня пока ни одна не сломалась. И как бы, вроде бы, служат мне. По стоимости 77 рублей за 2 штуки деревянных вешалок. Это, по-моему, очень даже классная цена. Едем дальше. Продолжая тему вешалок. Я снова взяла вот такие черные. Бархатные. Здесь 4 штуки, девочки. 4 штуки по цене 77 рублей. В чем их прелесть? На них очень удобно вешать какие-то скользящие легкие ткани. Они не сползают с этих вешалок. Все здорово. Все здорово. У меня ничего не ломается. При аккуратном использовании я не думаю, что они будут ломаться, девочки. Вот правда. Здесь еще у них посередине есть такая перекладина, на которую можно вешать какие-то, ну, я не знаю, пояса от халатиков, от платьев, ремни. Но я их не использую. Поэтому мне вполне достаточно. Я считаю, что это довольно выгодная покупка. На какое-то время они пропадали. Раньше у них был немножко другой дизайн, другое исполнение. Но сейчас я увидела такие. И, конечно же, взяла, потому что я ими пользуюсь. Что еще из новенького, девочки? Я взяла для себя вот такие вот маленькие резиночки. Это совсем маленькие-маленькие резиночки. Вообще мусипусенькие. Я даже не знаю, здесь 200 штук. Представляете, 55 рублей цена товара. Для чего я их взяла? Иногда, заплетая косичку на ночь, допустим, чтобы волосы лишний раз не травмировались, хочется их закрепить в какой-то маленькой резиночке, которая не будет мешать спать и не будет ощущаться. Для этих целей и взяла. Или когда я делаю себе какие-то гульки, ну все что угодно. Для домашнего использования я их и прикупила. Тем более, что 55 рублей 200 штук, это, по-моему, тоже крайне бюджетно. Ну, я надеюсь, что будут мне полезны. И так как резинки вообще имеют свойство теряться, то вот эти 200 штук на какое-то время должно хватить. Дальше уже мои постоянные покупки, без которых никак не жить, девочки. Сразу две упаковочки я взяла вот таких вот салфеточек. Это бамбуковые салфетки, которые я использую у себя на кухне. Здесь в наборе у нас 5 штук, 30 на 34. Хватает, ну, на пару недель хватает. И как бы я всегда беру по несколько штук, они мне очень нравятся. Хорошо впитывают воду, хорошо вытирают. Все замечательно с ними, поэтому да, рекомендовать я вам их однозначно могу. Следующая уже ставшая постоянной моя покупка, без которой также я вообще никаким образом не живу. Это вот такие вот пакеты ароматизированные. Вот эти два мне нравятся больше всего. Вот эти пахнут ванилькой, вот эти пахнут якобы лавандой. Ну, не особо я чувствую лаванду, потому что обычный запах лаванды меня раздражает. Здесь же нет, здесь все хорошо, он меня не бесит и никак не раздражает, поэтому да. И смотрите, вот сейчас я тоже только что прочитала. Это биоразлагаемые пакеты. В чем еще заключается несомненный плюс. Размер 55 на 65, 60 литров, 20 штук. Класс, вообще супер-пупер, однозначно рекомендую. Следующая моя покупка, вот такой вот крем. Сустамол ZD, актив гель, согревает, этонизирует, снимает усталость и скованность, ускоряет процессы восстановления. Экстракт сабельника для мышц и суставов, 50 мл. Это тот же производитель, который делает гиалуроз ZD, который я покупаю, использую в качестве масочки. Уже вам рассказывала об этом неоднократно. И многие, знаю, пользуются по моему рецепту, по моей наводке, наверное. Вот это я взяла в основном для Ромы, для того, чтобы когда у него, допустим, болит спина или какие-то мышцы, я могла применить вот эту массу, ему становилось легче. Знаю, что помогает, потому что покупаю не впервые. И да, могу советовать, стоит копейки. Следующая покупка для дома, ставшая уже просто постоянной в фикс прайсе, это вот такая туалетная бумага папия, 4 слоя, 4 рулона с экстрактом хлопка, отличная туалетная бумага, двустороннее тиснение, здесь написано, все меня в ней устраивает, 95 мл на 120, 100% натуральная целлюлоза, 140 листов. Отличная, девчонки, отличная, бюджетная, обожаю покупать такие вещи в фикс прайс. Почему вот было так темно? Блин, ладно. Следующий мой любимчик, это уже у нас продукция Homestar, вот такое средство для чистки ванн, чистящее средство Active Gel, 7 дней чего-то там, подходит для любых типов ванн, хромированных кранов и душа. Вот это средство, за что я люблю, я вам сейчас скажу. За то, что, во-первых, оно рабочее, во-вторых, оно не воняет никакой химии, в отличие от хлорсодержащих средств, того же доместоса, того же силита, который воняет вообще неимоверно, я не могу им работать никаким образом. Вот эта вещь очень крутая, стоит очень бюджетно, ничем не пахнет, я еще раз повторяюсь, не раздражает, не отравитесь вы ей, просто суперская. Обожаю чистить ванну, раковину, все смывается, смывает на лед, смывает вообще все, что угодно, мыльные разводы и сантехника, краны блестят просто как не в себя с этим средством, поэтому я обожаю, надеюсь, никогда не пропадет с полок фикса и, конечно же, вам рекомендую 100%. Следующая любимая покупочка, тоже использую постоянно, всегда беру, есть про запас, это вот такие губки для кухни, кухончик для мытья посудой. Обожаю девочки, знаю, что вы тоже многие, кто попробовал, также их любите. Пока что они мне не надоели, я пользуюсь ими и больше всех их люблю. Вот, ну что я могу сказать, если мне нравится, мне удобно, мне по кайфу, это самое главное. Также постоянная покупка в фикс прайсе, это однозначно ватные диски с продавленным краем, имитация прошитого, с витаминным комплексом А, Е и Ф, эффект прошитого края, выгодная упаковка, это у нас котты. Ну, конечно, я не особо верю, что тут какие-то витамины вообще могут быть, но меня они устраивают полностью, они не распадаются, со всеми своими задачами они справляются, все замечательно, упаковка удобная, сделали, допустим, вот здесь есть специальная линия надрыва, оторвали ее, повесили где-то там у себя в санузле или еще где-то, и очень удобненько их отсюда доставать, ничего не высыпается, ну, все замечательно, девчонки стоят недорого, а работают замечательно, выгодная покупка, очень долгое время я смотрела, когда же этот товар снова появится на полочках фикс прайса, потому что цена невероятно выгодная в сравнении с другими магазинами. Девочки, я говорю о вот таком скотче, ну, вы, возможно, не знаете, ваши мужчины наверняка знают, это армированный скотч, армированная клейкая лента, 48 мм на 10, так, используется для герметизации сантехнических труб, уплотнение вентиляционных труб, мелкого ремонта в быту, например, резиновых шлангов и так далее. Мне такая штука нужна на работу, и я вам могу сказать, что я покупала более дорогие варианты, раза в 4-5 дороже в обычных различных строительных или автомобильных магазинах, и как-то купила вот такой в фикс прайсе. Абсолютно идентичное действие, очень удобная штука, клеится вообще невероятно плотно, класс, обратите внимание, если вдруг вам что-то нужно, но в доме иногда такое может пригодиться, поэтому желательно пусть будет просто про запас. Я снова взяла вот такую белевскую пастилу, в данном случае у нас 100 грамм, ручная работа пастила белевская, классическая. Вы знаете, мне кто-то написал, что это невероятная кислятина, которую есть вообще невозможно. Я абсолютно с вами не соглашусь, может быть, вам попалась какая-то партия, может быть, это был какой-то другой производитель в каком-то другом городе, я не знаю. Но мне еще ни разу не попалась такая, о которой бы я могла так сказать. Я, в принципе, не люблю кислый вкус, но вот эта пастила, она всегда кисло-сладкая, она мне ни разу не попадалась, какой-то невероятно кислющий. Вот, вот так она выглядит, вот такая вот пастила. Делаться она вообще должна из яблок сорта Антоновка, я сейчас посмотрю специально, то мало ли вдруг мне что-то не то попалось вообще. Так, что-то там. Яблочное пюре из печеных яблок сорта Антоновка, сахар, яичный белок, пектин. Нет, все как обычно, все хорошо. 77 рублей она стоит, насколько я помню. Ну, классная пастила, как альтернатива различным вредным конфеткам. Вот серьезно, я ее обожаю брать, когда ПВФ Экспресс, обязательно прихватываю с собой. Совсем забыла, совсем забыла. Я уже унесла отсюда, где-то на кухне, семечки я покупала, которые... Семечки от Мартина, по-моему, люблю я их, мне они нравятся, классные. Да, вот это я прям обожаю, они выгоднее получаются, чем в пятерочке. И еще, что я купила, это вот такие вот сушеные бананы. Очень многие их хвалят, очень многие покупают, и людям нравится. Вы знаете, я взяла, и мне не понравилось вообще. Я даже вот с большим трудом скушала один. Вот таким вот образом выглядит вот это нечто. И, вы знаете, совершенно невкусная история. Это вот что-то среднее по вкусу между сушеным инжиром и резиной. Вот. Испорченной, наверное, резиной. Вот очень долго лежавший где-то в нехорошем месте. Вот что-то такое ужасно. И пахнет как-то неприятно, какой-то запах ненатуральный. Не знаю. Не буду брать, девочки, выброшу. И я не знаю. Если вам хочется попробовать, конечно, попробуйте. Но я точно не буду это кушать. Рома посмотрел, даже пробовать не стал. И вот однозначно, это герой не моего романа. Ну что ж, это были все мои покупочки. Чек составил 1930 рублей. Ну что ж, мои дорогие, это были все покупочки на сегодня. Я надеюсь, мое видео вам понравилось. Обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет крайне приятно. Я, как обычно, желаю вам всего только самого-самого наилучшего. Люблю, целую. Пока-пока.